Перемена лиц в обязательстве в очереди за банкротством. По своей правовой природе перемена лиц в обязательстве может происходить путем перехода прав кредитора к другому лицу, перевода прав на основании закона, уступки прав требования цессии или перевода долга. Переход прав кредитора является передачей прав кредитора от одного лица к другому, согласно статье 382 Гражданского кодекса. Такая передача прав требований является сделкой, но существуют и случаи перехода прав требования на основании закона. По общему правилу, переход прав кредитора к другому лицу не требует согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором. В силу статьи 388 Гражданского кодекса уступка прав требования допускается, если она не противоречит закону. Вопрос о необходимости получения согласия застройщика на уступку прав требования цессии к другому лицу уже был описан мной в публикации, нужно ли получать согласие застройщика для уступки прав на квартиру. Для чего нужна перемена лиц в обязательстве? Самым распространенным случаем уступки прав требования является передача прав требования к застройщику, новому дольщику на основании договора цессии. Однако в последнее время все большую популярность приобретают уступки денежных обязательств, переход прав кредитора к другому лицу. Гражданин или предприниматель могут продать задолженность перед ним другому лицу, например, юридической фирме или коллектору. Смысл в перемене лиц может заключаться и в различии подходов арбитражных судов и судов общей юрисдикции к одним и тем же вопросам. В настоящий момент суды общей юрисдикции достаточно мягко относятся к должникам, в том числе и застройщикам. Фактически суды могут, исходя из внутреннего убеждения и чувства справедливости, снижать неустойку ниже пределов установленных законов. Арбитражные суды, где преимущественно судятся юридические лица и предприниматели, имеют более жесткий подход. Основанные на правильном толковании статьи 309 Гражданского кодекса, указанная статья говорит о том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В связи с этим у адвокатов возникает целый пласт работы по перемене лиц в обязательстве. Фактически, если обязательство будет продано физическим лицом, юридическому лицу или предпринимателю, это позволит перенести спор по такому обязательству в арбитражный суд из суда общей юрисдикции. Данная тема была описана мной в публикации «Миграция судебных дел в арбитражный суд из суда общей юрисдикции». Таким образом, перемена лиц в обязательстве может позволить заменить не только сторону такого обязательства, но еще и поменять подведомственность суду статья 27 АПК, статья 22 ГПК. В случае взыскания денежных средств разница во взысканной сумме арбитражным судом и судом общей юрисдикции может существенно разниться в пользу арбитражных судов. При совершении сделок по перемене лиц в обязательстве нередко совершаются ошибки. Одной из самых частых ошибок при переводе права требования или замене кредитора является неуведомление должника о совершенной сделке. В отсутствии информации о такой сделке должник может исполнить обязательства предыдущему кредитору. Например, отправить деньги на его счет. Однако есть ошибки и более интересные, которые совершают даже юристы. При массовой подаче заявлений на банкротство компании до введения процедуры наблюдения должника заявления накапливаются и рассматриваются по очереди. Компания-должник в таком случае имеет возможность погашать требования перед рассмотрением заявления кредитора о банкротстве по одному. В случае массовой подачи требований срок рассмотрения заявлений может составлять несколько лет. Именно такая схема реализована в деле о банкротстве ООО ЛП ЛЭК в арбитражном суде. Вместе с тем находятся юристы, желающие путем заключения сделки перевести денежное требование от одного кредитора к другому. Получающий такое право кредитор стоит в начале очереди на рассмотрение заявлений о банкротстве. Таким образом, юристы рассчитывают перепрыгнуть группу кредиторов, стоящих перед ними. Согласно пункту 9 постановления Пленума Высшего арбитражного суда 22.06.12.35 о некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела банкротства, судам необходимо учитывать, что в отличие от увеличения размера требования при изменении кредитором основания требования, на котором основано его заявление о признании должника банкротом, ст. 49 АПК, его заявление считается поданным в момент соответствующего изменения, что учитывается при определении последовательности рассмотрения заявлений о признании должника банкротом. Таким образом, перемена лиц в обязательстве с целью уступки прав одного кредитора другому, обращающемуся с заявлением раньше по делу о банкротстве, не позволит перепрыгнуть через кредиторов, если право на эти требования у кредитора появляется уже после подачи заявления в арбитражный суд. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!